Добрый день! В эфире программа Мимонод. Впервые за трёхлетнюю историю существования программы у нас гость вторую среду подряд, потому что мы не успели договорить с Марианной Ефремовой, мужем бессменного барабанщика «Машины времени» и в моей системе координат совершенно бесценным биографом этой команды, которой 50 лет. Я готовлю книгу, и Мариана мне в этом помогает. Здравствуй, Мариана! Здравствуйте, Евгений Юрьевич! Спасибо, что пригласили. Кстати, как получится у вас? Я ведь никогда... Алексеевна! Марьяша Алексеевна! Мариана Алексеевна, спасибо большое за то, что согласились продолжить наше общение. Огромное спасибо за фотографии из вашего архива. По-моему, только у Андрея Вадимовича Макаревича есть такой обстоятельный архив, вот остальные машинисты как-то вовремя не задумывались про это. У меня есть вопросы по многим персонажам на этих фотографиях, которые, я так понимаю, сыграли какую-то значимую роль в «Машине времени», но широкой публике неизвестно. Вот человек, которого вы называете циркач. Это ясно, что это не фамилия, не имя. Кто это и что это за персонаж? Ну, около музыкантов всегда тусовались, кучковались очень интересные люди. И был такой Саша, он был циркач, потому что, я помню, вроде как, он закончил цирковое училище и всё-таки имел отношение к архивистическому кругу. Но также его почему-то звали аферист, потому что у него было… То есть, это его звали просто аферист? Да, тоже второй никнейм, потому что у него всегда была куча знакомых, каких-то дел, он всегда что-то устраивал, он всегда что-то доставал, он проникал. И он, в общем-то, я вот насколько помню, в городах, которые ездили, он тоже прилетал, приезжал. На гастроли? Да, да. Вместе с командой путешествовал? Да, он не с командой, он путешествовал отдельно, в штат он не входил. Общался он с ней долго, по-моему, у меня такое впечатление, что я где-то это имя встречала. Он уехал в Америку, может быть, вернулся, может быть, там жил. Но он был… А что он доставал? Это то, что нужно было по работе, или это продукты, наркотики? Нет, начнём с того, что, несмотря на то, что рок-музыка и общество – это как бы субкультура отдельная была, наркотиков среди музыкантов, за исключением некоторых, вообще не было. Даже могу сказать, что практически многие не курили. В смысле траву? Нет, сигареты. А, даже сигареты? Даже сигареты не курили. Ну, супруг вашего, Валерий, по-моему, он спортсменный. Он не курил, но мог взять… Но выпивал, я помню. Да, да. Я помню. Но мог взять и оттянуться сигареткой, это не возбранялось. Ни разу не видел сигареты. Да, ну нет, ну, я… Я верю. Да, я же фотографию оставила, где он сидит, сигареты в гримёрке. Он доставал всё. Он доставал блок Мальбора, он мог принести продукты, он мог достать… То есть, не связанные с профессиональной деятельностью группы. Нет, нет, нет. То, что касалось доставать или там покупать аппаратуру, это были в Москве отдельно взятые люди, которые занимались этим, которым обращались. Ну, помимо всего, существовал такой чёрный рынок около музыкального магазина на Петровке, куда, значит, днём, поскольку у всех вечером концерты съезжались музыканты, кто-то продавал струны, кто-то продавал пластик, кто-то… Пластик. Для барабанов, там, железо продавали, тарелки. Железо имеется в виду, это техники усилителей. Нет, тарелки. А, нет, железо вот это. Да, металлолом, тарелки. Значит, усилители с ним были сложнее, его не принесёшь, значит, это нужна была ли какая-то инструкция, либо модель, но тоже стояли люди и говорили, что у меня… Это всё было нелегально, то есть это всё попадало под статью спекуляции. Безусловно, 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 поэтому достать аппаратуру, кстати, вот такой был в Москве, я не помню, как его зовут, Изюмов, который первый давал в аренду аппаратуру, достаточно богатый человек. Вот как раз Аванес Меликпашаев, первый директор, он был знаком с Изюмовым. Я хотел бы, значит, что значит первый директор, то есть до появления Меликпашаева не было вообще такой единицы в команде? Не было, не было, не было. Эти функции выполнял Макаревич, вот организация. Да, естественно, Андрей выполнял, но с появлением Аванеса Меликпашаева он и в одно время подкручивал звук, и выполнял директорские функции. Вот, кстати, очень образованный человек, он закончил физический факультет Московского государственного университета. Нет, я понимаю, что вы неровно дышите к Аванесу, потому что на одной из фотографий я понял, что он и его супруга Жанна были свидетелями на вашей с Валерой свадьбе. Да. Поэтому я понимаю, что это близкий человек, но я помню, что его появление на плакатах, открытках и альбомах, на конвертах альбомов вызывало раздражение у, скажем так, даже не у друзей группы, а у поклонников Моше время, кто такой Меликпашаев, что он фигурирует вместе с Макаревичем и Кутиковым, Ефремовым на обложке по пластинке. Вы считаете, его статус соответствовал вот этому, скажем? Вот именно на альбоме нет. Но, допустим, на плакате сначала на плакатах не писали директор или художественный руководитель. Плакаты были самопальные. А кто их делал? Значит, первый плакат «Машины времени» сделал Вадим Григорьевич Макаревич. Папа Андрея. Значит, это был графический чёрно-белый плакат. Это был чёрно-белый графический плакат, сделанный. И надо было срочно это как бы издать. Вот эти первые плакаты, чёрно-белые, автором был Вадим Григорьевич. Остались ли они или нет, я думаю, что у Андрея, наверное, остались. Потом уже пошли типографские плакаты, уже пошли фотографические снимки, с которыми делали плакаты. И первые, будем говорить, фотографии полупрофессиональные, но когда они пришли уже профессиональными в Росконцерт, да, действительно, даже фотографии были с Аванесом Меликпашаевым на снимке. Было такое, было. Мы же знаем, понимаем, что невозможно представить плакат Битлес с Брайаном Эпстайном, хотя он сыграл более значимую роль, чем Меликпашаев. Он, я просто не знаком был с Аванесом, знаю, что он сейчас в Болгарии. Он такой был честолюбивый, честлавный человек, если ему хотелось на сцену. Я бы сказала, он был серым кардиналом всё-таки. А, который решал вопросы. Да, и тогда, в общем-то, не было такого понимания у советского человека, продюсер. Вот он был первым продюсером. Он договаривался, он заведовал кассой, он вёл переговоры. И можно сказать, что в то время это как-то, до Росконцерта это всё-таки было нелегально, и у него это хорошо получалось, потому что прикрыть, закрыть творческих людей, это сложно было. Когда-то, наверное, делал это кто-то, Андрей Вадимович, но я ещё как бы ходила в школьной форме, да, на первые их концерты, запросив по... и было такое. Молва приписывала ему связи с криминалом, Меликпашаев. Ну, возможно, я не знаю, это слухи и домыслы. Ну, вы дружили с семьями, я так понимаю, по фотоизображениям, вы были близки, но вопросы коммерческого характера, это не обсуждались. То есть, когда вы собирались, вы просто выпивали, говорили про политику, про музыку, как водилось. Ну, конечно, там, в условиях каких-то проблемных дел, естественно, это не только с Аванесом, мы спрашивали у друзей, а ты можешь, а у тебя есть, а помоги, это считалось вполне нормально. Его уход из машины времени, некоторые из людей, которые были, скажем, в орбите, близко связывают с ограблением квартиры Андрея Макаревича, когда у него пропали ценности из квартиры. Что-то вы слышали про это? Наверняка слышали. Ну, я не то, чтобы слышала, я была, ну, не свидетелем, не моим свидетелем в этот день. Я помню, как собирались, как отменили какую-то репетицию или запись. Собирались на репетицию. Да, что-то было. И всё это, я была в этот день выходная, и я осталась дома, и вдруг мне Валерия внезапно говорит, слушай, время появилось там, я никуда не еду. Там какие-то дела у Пети с Андреем Вадимовичем. Они куда-то уехали, это рано было утром, и уже часа в 4, в 5, уже, по-моему, даже в 3 уже знали, что что-то случилось. Я не могу сказать, что... Квартира на площади Гагарина, на Ленинском проспекте была ограблена. Да, ограблена. Ну, что кто-то навёл и кто был в хождом, дом был открыт у Андрея Вадимовича, гостеприимный всегда. Потому что меня поразило то, что помимо денег, ценных вещей супруги, женской одежды, которые не побрезгивали, естественно, с полок... А жена была тогда Лена Пасуненко. Самое... Меня очень поразило, даже не столько деньги, меня поразило, что забрали коллекцию винила, в том числе белый альбом. Бетловский. Бетловский, это я хорошо помню. Ну, кто-то это был... Из любителей музыки. Из любителей музыки. Так и не нашли. Нет, не нашли, к сожалению, история... Почему грешили на Мелик Пашаева? Почему упорно повторяли люди, которые были близки к Андрею, какие-то знакомые, там, журналисты, художники, все как один говорили. Под этим было какое-то... Да, наверное, кто-то был из своих, потому что понимали, что искали синтезатор, и поехали вроде за синтезатором каким-то... Покупать синтезатором. Да, в Шереметьево. И знали, что Андрей собирает деньги на машину, в банках тогда, в сберкассе это особо не хранил. И вот то, что человек где-то был из нашего окружения... То есть информированный. Да, абсолютно. Или кто-то навёл. Я слышала такое имя, я не знаю, но я слышала, что был какой-то Борис Сухумский. Кто это, что это, я не могу сказать. Экторитет. Я никогда не была знакома, я просто это слышала. Не вдавалась в подробности, естественно, все сожалели, говорили как. Но, наверное, частично, что расстались ванны с группой, возможно... Мне Крис Кельмин, наш общий товарищ, говорил, что Андрей Вадимович после этого случая запретил музыкантам группы «Машины времени» общаться с Мелик Пашаевым. То есть дружить и как-то вообще это соответствует информации, или Толик что-то здесь напутал? Значит, я не знаю, как Андрей Вадимович. Ну, наверное, все встали, естественно, за счету потерпевшего, будем говорить так. И лично у нас дома был разговор. У вас с Валерией. Да. И Валера выразил свое недовольствие моего общения с Жанной. С Жанной мы были близкими подругами. Но поскольку, в общем, семья есть семья, и это было сказано в достаточно такой, будем говорить, ультимативной форме, я последовала, но, тем не менее, как-то я не… Ну, я человек, которому запретить что-то очень сложно. Да. Я продолжала как-то общаться, общаться именно с Жанной, может быть, не так часто, но мы общались вплоть до, будем говорить, до их отъезда, до моего отъезда, в общем. Я так понимаю, что Валерий Голда сменил следующим директором группы стал Валерий, да? Да. Валерий Ильич, он, мне кажется, что он все-таки работал в Росконцерте с какими-то мелкими коллективами. И когда они влились в Росконцерты, и ушел Милик Пашаев, Валерий Ильич Голда, значит, ну, их как бы подобрал. Как бы их подобрал, но здесь уже были, будем говорить, уже профессиональные навыки. Профессиональные навыки настоящего директора. К музыке он имел никакого отношения, если Милик Пашаев что-то слышал, что-то говорил, что разбирался, он музыкально образованный был человек, то Валерий Ильич был настоящим директором. Ну, я так понимаю, что он уже обеспечивал команду настоящим аппаратом. То есть инструменты уже были государственные. Государственные, да. Которые не принадлежали музыкально. Да, ну, кое-что, значит, естественно, свои собственные инструменты, это, естественно, были гитары, барабаны. Барабаны были у Валерия собственные, то есть они были его личные. Всегда собственные были барабаны, они менялись, и я вот когда, допустим, забываю, какой год, я смотрю на установку. Я помню, что вот эти барабаны покупались тогда-то. А где они хранились? На базах? На базах уже были профессиональные базы. Уже, значит, уже возилась аппаратура, значит, с базы на концерт грузилась. Что-то, наверное, брали в аренду, может быть, в других городах. Потому что я помню, что на больших фестивалях, значит, очень сложно отстраивался звук. И вот, допустим, Валерий на весенний ритм Тбилиси-80 играл на барабанах Magnetic Band. Эстонская. Да, 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 на барабанах Гуннера Грабса. Кстати, они тогда и поделили первое место Magnetic Band. И машины времени. Да, но и до этого, я немножко отойду от темы, в Черноголовке был фестиваль, 78-й год. Они также поделили первое место. Ну, тогда Машина времени и Magnetic Band под руководством Гуннера Грабса. И Високосное лето. Тогда ещё Валерий был в составе Високосного лето. С Кутиковым. Да, с Кутиковым. Но вот всё равно все дружили, все общались. Очень хорошо помню, есть у нас среди наших такой Михаил Меркулов, который был, будем говорить, вдохновителем, иногда приглашённым гостем. Он очень хорошо поёт. Поёт, да? Да, поёт. Сейчас Михаил лучший друг всех. Он дружил с Високосным летом, он дружил с машиной временем, он дружил с удачным приобретением. Профессионально он кто? Он химик. 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 Да, понятно. Потрясающий химик. Что-то здесь надо разбираться в консерватории не то. И Михаил Меркулов всегда как бы объединял, он был душой. И мы на какое-то время расстались. Миша работал за границей и представлял Советский Союз в одной из организаций. Но сейчас Миша живёт в Москве. Что самое интересное, Миша поёт джаз. Он стал джазовым песцом. Профессиональным уже. Ну, будем говорить профессиональным, да. Но в составе, в штате машины времени он никогда не работал. Нет, нет, нет. Может быть, он работал, но это я не помню. Вот так, чтобы официально из концерта в концерт, я не помню. Может быть, в каких-то 75-х годах Миша, может быть, тогда работал. Но тогда в 75-м году я на машину времени ходила в школьной форме. Я, кстати, помню, когда Вы упомянули про инструменты, я помню, что Вы же ездили, сами покупали палочки для Валеры, которые ломались без конца. Где это покупалось? Это был магазин или это была какая-то подпольная? Нет, значит, палки расходный инструмент, расходник, которые ломались, бились, терялись, и палки делались на заказ. И в удачном приобретении, и вообще в Араксе работал такой Юрий Титов, тоже известный барабанщик. Вот они с Валерой делали эти палочки у одного и того же его мастера. Жил он в районе Академической, и ему заказывали эти палки. Он точил их, и покупались десятками, двадцатками. Сколько это в деньгах было? Какой примерно статья расходов? Значительная? Значительная статья расходов, 4-5 рублей, что-то вот в этом роде. И это тоже была как индивидуальная трудовая деятельность нелегальная? Или это всё-таки какая-то была мастерская? Нет, это была квартира. И если между гастролями, допустим, у него кончались палочки или он не успевал, то он звонил и говорил, съезди, закажи, пока я буду в Москве, чтобы я их забрал в следующую поездку. А в музыкальных магазинах это дорого стоило или этого не было? Были пионерские палочки, которые стучали в барабан в пионерской комнате. Они от одного удара разлетались. Кстати, когда мы про барабаны говорили, в 83-м году в команду вернулся Максим Капитановский. Но уже не в качестве барабанщика, а звукорежиссёра, насколько я понимаю. Не было на семейном совете, не обсуждалось, что вот вернулся Капитановский, не рассматривал с опцией, что сольют Валеру и снова заударный станет Макс, который был другом Андрея и старшим товарищем, и, в общем-то, близким человеком для всех. Нет. Такого не рассматривалось, такой вариант. Как я всегда говорила, он очень плотно сидит на стуле. Валерика. Да. Нет, 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 и никогда не было никакой конкуренции. Макс потрясающий человек, и они с Валеркой очень хорошо дружили. Несмотря на то, что Максим значительно старше всех машинистов. То есть, по-моему, лет на 6, на 7 он ровесник Градского. Да. Или что-что такое. И разницы в возрасте это не чувствовалось? Никогда. Никогда. Я даже понимаю, что с приходом Максима оживился коллектив вне жизни, вне концертной деятельности. Потому что этот человек с потрясающим чувством юмора, великолепный рассказчик. Помню ещё такой эпизод. Много декабрьских очень дней рождения. Сам Андрей Вадимович Леонидович, 11 декабря. Да, Маргулис, Ефремов, Холемский. Дети декабря, да. Да, ещё была такая Лена Ятор. Лена? Лена Ятор. Ятор? Ятор. В Росконцерте она, по-моему, она была конферансье, который работал со знаменитым Холемским. Тоже конферансье. И дело было в Ярославле, и после концерта в первом отделении всегда была сборная Соленка Росконцерта. Мы сидим за огременным столом в ресторане, и Максим просто на салфетке на меню строчит стихи. Поздравления в стихотворной форме всем подряд, кто... Это экспронт. Экспронт. Кстати, я покажу, у меня остался совершенно случайно вот этот рваный черновик, где его рукой написана потрясающая поэма, просто потрясающая. Веятельная артефакт. Нет, 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 Макс был... Я с удовольствием могу перечитывать его книгу, потому что всё очень непросто, безусловно, это великолепно. Ну и то, что Максим уже потом, уйдя из машины, делал на телевидении, писал книги о Битлз, он был фанатом Битлз, фильм, который он снял, Маккартни и его приезд в Россию, это стоит, конечно, дорого и безумно интересно, безумно. Вот как раз я, когда он снимал фильм, где-то получилось так, что в это время я как-то была рядом. Как телевизионщик или... Нет, нет, будем говорить как фанат. В Москве, в общем, в это время был уже до этого создан Битлз-клуб такой, Russian Битлз-клуб, и очень много я за границей встречалась с людьми, которыми на отношении к Битлз. Вот, и мы как раз привозили какие-то концерты сюда, ну и на этой почве, вот на почве Битлз мы с Максом как бы... И, кстати, Липницкий очень интересный момент заметил, что ничего практически в памяти народной, скажем так, не осталось про скоморохов, потому что нет ни одной видеозаписи их выступления, он их очень высоко оценивается с музыкальной точки зрения. Когда первые появились записи, когда «Машину времени» стали снимать, если не клипы, то достаточно профессиональные концерты. Есть представление, когда появились эти материалы? Значит, материалы всегда были любительские, всегда были любительские. И будем говорить, когда их снимали на телевидении, они уже ушли в профессионалы, это 81-82 год, да, но я помню такой эпизод, значит, все готовятся, ах, надо готовиться, нас пригласили сниматься в «Огонёк», в «Голубой» на Новый год, это признание, это признание, это... Ну, «Огонёк» это был самый рейтинговый, да. Понимали, что, несмотря на то, что они в профессиональный выход из подполья на первую кнопку, это было признание. На первую единственную, фактически. Ну, фактически, да, будем говорить, это было признание. И снимается «Голубой огонёк» в студии, всё прекрасно, и даже смонтировали, и вдруг их не показывают. По какой причине? Значит, не пропускать цензуры. У них были костюмы сценические, ну, такая форма одежды, комбинезоны. Валерий в комбинезоне, Саша в комбинезоне, и, наверное, Саша Кутикова, у него был потрясающий такой красный комбинезон впереди на молнии. И вот эта молния была расстёгнута больше, чем надо, то есть... До пупка? Нет, 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 до середины груди. И это показалось... Ну, на советском телевидении, в общем, да, слишком смело, да. Нельзя, нельзя, и их завернули. А какой номер был музыкальный уже? Я уже, да, не помню. Но не было трактовки, что это из-за политических каким-то мотивов преследования? Нет, нет, несоответствия, нет, нет, нет. Кстати, вот мы говорили в прошлой нашей встрече о переходе из Росконцерта, из непрофессионалов в профессионалы. Сложно было, знаете, в чём? Что программу уже надо было летовать. Об этом... Да, да, худсовет, худсовет, значит, тексты предоставлялись, и были случаи, когда строчки песен заменялись. Заменялись для худсовета, и та или иная песня, значит, утверждалась, залитована. Если залитована утверждалась, то она имеет право быть, её исполнять на концертах. Но были такие моменты, что, будем говорить, не в крупных городах... Можно было исполнять в оригинальной версии. Но исполнять в оригинальной версии, это было, да. Это было, и, знаете, все мы очень радовались, очень радовались. Кстати, вы когда работали на телевидении, вы и Лена Фисуненко, вы не пытались лоббировать своих мальчиков, чтобы как-то их где-то сняли, куда-то пригласили, не пользовались служебным положением? Нет, мы не пользовались служебным положением, мало того, что мы практически, ну, это не афишировали, а скрывали. Чтобы были замужем за культовыми музыкантами? Да, ну, у Лены фамилия такая озвученная, несложная. А у меня фамилия распространённая была такая, и, в общем, кто-то знал, потому что Валер встречал меня с работы иногда, потому что заканчивали поздно, но, в принципе, нет, нет. И потом я и Лена, мы работали в редакции информации, это запредельно сложно. Ну, все же общались друг в другом, вы же с Лид Рамой, наверное, работали, с музыкальной редакцией, какие-то коллеги были. Да, с Мус-редакцией, да. А Лид Рамы – это отдельно спящая редакция, которая выпускала раз в месяц передачу. Нет, нет, не лоббировали. Ну, фильм первый о машине времени вы помните? «Афоня». Ну, это не о машине времени, ну да, с «Афони» очень известная история, которая описана и самим Андреем. Это воспринималось как какой-то эксперимент или как какое-то движение по легализации бронда машины времени? Каждая публикация в СМИ, каждая статья, каждая съёмка, каждое продвижение, будь то это маленький журнальчик с гибкой пластинкой, воспринималось как победа. Это шло преодоление. Несмотря на то, что они собирали стадионы. Кормили руссконцерт в известной степени. Безусловно. Это дворцы спорта, это огромные залы. Всё равно, тем не менее, будем говорить, что на звуконосителях очень сложно было издавать пластинку. В 1980 году вышла первая гибкая пластинка. По-моему, Хрустальный город вышел в Кругозорий. И в том же, в 1980-м вышла тоже гибкая пластинка самодеятельности культуры. Был такой журнал. Вот вышел снег. По-моему, снег вышел на ней. И, будем говорить, первый сборник, куда они вошли, будем говорить, на АЛП, на большом уже долгоиграющем чёрном виниле. Это был сборник 1981 год. Это весенние ритмы. Это посвящённый альбом, посвящённый лауреатам. Туббилисского фестиваля. За два года до 1980-го был очень интересный эксперимент. В 1978 году так называемые дудки. То есть, альбом, записанный с духовыми инструментами. Как-то обсуждали вы с Валерием такой неожиданный для рок-команды ход, как привлечение духовых инструментов? 1978-й год. Валерий ещё играет в Високосном ленте. Да, но все же следят, друг за другом и обсуждали. Да, да. Для меня… Нет, мы не обсуждали, но и тогда, будем говорить, не для музыкантов, а для, будем говорить, фанатов, аудитории. Для меня это лично было взрывом. Потому что рок-музыка ассоциировалась две гитары и ритм-секция. Здесь для меня это было открытие. И я просто наслаждалась. Команда приобрела совершенно другой звук, другой окрас, драйв. Мне лично это очень понравилось. И я, помню, просто обалдела на концерте. На маленькой сцене это всё так зазвучало. И, естественно, и Кузьминок, и Легусов были профессионалами. Очень. Но не знакомы вы были вообще. Ну, как на уровне… Или в компаниях пересекались какие-то? Нет, нет. Вот с ними нет, но с Кузьминком мы потом пересекались в компании. Мы когда разбирали фотографии, слышали семена и фамилии мне неизвестные, но совершенно очевидно они значимые для группы. Вот, допустим, Чекмарёв. Кто это? Алексей Чекмарёв. Очень интересная личность. Значит, он был среди фанатов «Машина времени». Любил «Машину времени». Ходил как обычный слушатель. Потом он стал помогать что-то подкручивать, провода какие-то собирать. Обычный, будем говорить, помощник. Он не был рабочим сцены. То есть, на общественных началах. Абсолютно, добровольно. Каждый… Валерий собирал провода, Макаревич настраивал гитару, поэтому не было сначала слушать персонала. Ну, ребята уставали после концерта, и кто-то подходил, ну, чтобы пообщаться с музыкальными, говорит, давайте мы вам колонки погрузим. Ну, давай. Вот потихоньку так пришёл в коллектив Алексей Чекмарёв. Человек с эрудицией, хорошо был воспитан, но как все были длинноволосы, немножко отвязаны. Ну, на фоне всех рабочих он выделялся. Постепенно, значит, он стал, по-моему, завпостановочной частью тоже, куда-то он взлетел наверх. Но Лёшка отличался очень тем… Он был фанат «Спартака». И неважно где, Владивосток это, Сибирь, Антарктида, неважно. Если играл «Спартак», то Лёшка мог скрутить половину катушки провода, бросить всё и полететь туда, где играл «Спартак». И, по-моему, в 90-х годах, когда началась перестройка, Лёша бросил, будем говорить… Да, Лёша потом работал долго с Воскресеньем, с СВ. То есть, он ушёл вместе с Аванасом Меликпашаевым. Думаю, что увели. Потому что он был, несмотря на своё разгильдейство, он был всё-таки очень ответственным. И он ушёл, закончил он духовную семинарию, принял сан. И вот сейчас у него есть приход. Это отец Алексии, очень уважаемый, очень известный. Кстати, очень много фотографий, съёмок. Вот это Лёшина были. Он сам делал. Да, Лёша вспоминается мне, ходил с фотоаппаратом. Вот здесь надо, кстати, подумать, у кого может быть хороший архив. И, ну, несмотря на то, что отец Алексии служит, он остаётся ярым фанатом «Спартака». И нашу знаменитую арену, которая у нас открылась, «Спартаковская», освещал именно отец Алексии. Так Александр Воронов. Клавишник, по-моему, он около года проиграл, 77-й, 78-й, если я ошибаюсь. Ну, вот тогда вели клавиши, профессионал, личность такая, будем говорить, для меня закрыта. Я его не знала, поскольку я его видела на сцене в составе. Мы с ним не общались. Мы с ним не общались. К сожалению, он, кажется, он умер. Наиль. Наиль Короткин. Наиль, как ещё раз? Короткин. Короткин. Наиль Короткин и Сергей, по-моему, Алимов по прозвищу Бабуха, его все взывали Бабушок, были звукооператорами. Звук, свет особо тогда не разделялся. Да? Нет, ну, разделялся, это стояли прямо рядышком, вот, Бабух, по-моему, но они уже друг к другу подкручивали всё. Это были люди, которые заведовали звуком и светом. Наиль проработал долго, он с 70, по-моему, с седьмого до, и когда машина ушла в Росконцерт, он с ними долго-долго работал, и на смену к нему пришёл Максим Капитановский. Вот. Его сменил. Да. Так, Иван Бабко. Бабко Иван, это администратор, администратор машины времени, который был параллельно с Ванессом Меликпашаевым. То есть, его помощник, как бы. Да, он появился до профессиональной деятельности машины времени, он был администратором, он помогал Ваннику. Ну, вот у меня образ складывается, это был весёлый совершенно человек. Весёлый, ну, такой он тёмный был, мутный. Мутный. Мутный, мутный. Ну, он, я помню, как он считал эти деньги, как он договаривался, всё это, если Ваня обстоятельно, чётко, то здесь всё шуш-ш-ш-ш. Всё, всё, всё хорошо, всё хорошо, всё хорошо. В проблемы не вникали, то есть, гостиницы, автобусы, билеты, перелёты, это всё было на Ване Бабко. И он заканчивался концерт, он приходил, говорил, ну, что, по ящику шампанского и по номерам, это великолепно было. Человек такой лёгкий, лёгкий, лёгкий. Забаровский. Сашка Забаровский. Светооператор. Светооператор Машины Времени. Значит, помню его высоким, красивым, но это 78-й, 79-й. Но самое интересное, что к Сашке Забаровскому мне судьба привела даже не со стороны Машины Времени. Значит, я училась в высшем учебном заведении, и у меня были друзья, соответствующие мне. И мы, проблема была с джинсами. Ну, у всех. У всех была она, да. И вдруг приходит мой приятель в потрясающих джинсах, и я говорю, боже мой, там, ты по клёшу меня переплюнул. Он говорит, ты знаешь, да никому не говори, это самопал. Ну, это то, что шили сами, это не фирменное. Я говорю, да ты что, да, говорит, я говорю, познакомь. И меня привозят в Измайлова к Забаровскому. Он жил с мамой, высокий, красивый парень, который строчил джинсы. И я у него шила первые штаны. Ну, потом забылось, и когда уже он появился как светооператор в Машине Времени, мы друг друга вспомнили. Вспомнили, и очень много штанов в музыкальной тусовке шито Забаровским. Жалко, что он и сделал свой лейбл. Очень жалко. То есть... Все его знали, да, в тусовке? Все знали. Любая фотография ткни, значит, среди фирменных штанов обязательно будет фамилия Забаровский. А это Забор сшил. Это Забор сшил. А вот все эти люди, они принимали участие, скажем так, в досуге команды? Или музыканты? Всё-таки вот был музыкальный клуб, где только вы с жёнами собирались и там что-то отмечали. Или достаточно демократично было? Всё было демократично, все дружили, не было никакой иерархии. Разделения. Абсолютно. 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 Все тусовались. Единственное, что может быть в каких-то бытовых условиях, потому что были проблемы с размещением гостиницы. Там жили по 2-3 человека. Ну, иногда и музыканты жили по 2-3 человека. Ну, по 2 человека. И бывало так, что гастрольный график не совпадал. Нет-нет, все очень дружили и не было разделения. Праздники вместе, дни рождения вместе и досуг. Мы куда-то выезжали на природу и за грибами. Очень хорошо. Я помню такой эпизод. Мы поехали на необитаемый остров. Границы закрыты, но Андрей тянул на необитаемый остров. И мы поехали на необитаемый остров в Тверскую губернию. Я даже не помню, куда. В Калининскую область. Значит, долго собираемся. Едем на необитаемый остров. Палатки, какие-то примусы. Помню, мы покупали с Валерой какую-то лодку надувную. В общем, все закуплено. Андрей, заядлый рыбак. Собирается команда, едем на машинах, нас встречают. И дальше нас переправляют на катере. Экзотика. А я, в общем-то, такая девушка, будем говорить, парниковая. Но на экзотику, естественно, потянула. И мы нас приезжаем. Нас бросают на этом необитаемом возрасте. Выгружают наши рюкзаки и оставляют. Первые четыре часа я выдержала. Но я потом поняла, что это ад. Ни мобильных телефонов, ни связи, ничего. Ну, поныла, походила. А других девочек не было? Ну, были, наверное, более выносливые были. Поныла, походила. Нет, в общем, единственное, что на земле спать не могу. Холодно, жёстко. Я понимаю, что это ад. Значит, они мне соорудили гамак. И жутко кусались комары. И накрыли таким, как плащом рыбацким с головой. Я вот в этом коконе спала. И я подумала, что я неделю не выдержу. Мне ни рыбы не нужны, ни грибы не нужны. И, в общем, через пару дней приехал катер проведать нас. И меня благополучно эвакуировали. Я бежала, забыв спальник, рюкзак, забыв всё. Помню, что добиралась я на электричке, потому что ключи остались у Валерки на острове. Ну что ж, огромное спасибо за этот рассказ. Я думаю, что совершенно замечательно, что команда существует почти полвека, осталось немного. Из этих полвека Валерий уже сколько? Наверное, лет 40 в коллективе. В это сложно поверить. И пожелаем, чтобы ещё минимум 40 лет коллектив просуществовал. Большое спасибо за беседу. В эфире программы «Минонот» была Марианна Ефремова. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова